В 2017 году исполняется 300 лет указу Петра I об учреждении российской епархии Армянской апостольской церкви. Армяне проживали на Руси с момента ее основания, но лишь со времени появления первых армянских церквей начали жить полноценной жизнью. В сложные периоды истории, когда Армения теряла государственность, именно церковь была тем важнейшим центром, который сплачивал армян по всему миру и не позволял забывать своей веры, культуры и традиций. На протяжении более 1700 лет именно церковь была и остается центром притяжения и единства армянского народа. История Армянской церкви в России тесно связана с городом Астрахань. Это был крупный торговый центр, откуда начинался самый удобный торговый путь по Волге на север. С момента присоединения Астрахани к России в 1556 году число армян в городе начало увеличиваться благодаря протекции сначала Ивана Грозного, а затем Алексея Михайловича. В период царствования Алексея Михайловича масштабы торговли заметно выросли. В это время армяне уже контролировали почти всю внешнюю торговлю города. Однако, несмотря на привилегированное положение в Астрахани и России в целом, у армян не было ни одной церкви. 9 июля 1706 года Петр I своим указом разрешил строительство церкви, которая и была построена в армянской слободе, вблизи православных церквей и названа соборной во имя Пресвятой Богородицы. Этому способствовало благоволение российских императоров, которые создавали условия для приезда армян в Россию. Российский реформатор, царь Петр Великий, в одном из своих указов написал следующее. Любопытно звучит. Армян, как возможно, приласкать и облегчить, в чем пристойно, дать дабы охоту для большего их приезда. Со времен Петра I до конца XVIII века, когда на престоле уже царствовала Екатерина II, армяне в России укоренились. Во многих городах появились армянские церкви и многочисленные общины, которые переселились из Крыма и Османской империи в южные области России. Власти создавали все необходимые условия для комфортного проживания армянских переселенцев. В 1780 году в Новой Нахичеване, современный Ростов-на-Дону, армяне построили временную деревянную церковь во имя Святой Богородицы, которую 21 апреля торжественно осветил архиепископ Иосиф Аргутинский, Авсеп Аргутян. В 1788 году церковь была перестроена в каменную. Кроме этой церкви, ввиду разросшейся армянской общины в городе, было построено еще пять церквей. С переносом столицы из Москвы в Санкт-Петербург, многие из богатых и влиятельных армян последовали за царским двором. Многочисленные упоминания о поселениях армян на территории Санкт-Петербургской губернии датируются 1910 годом. Первая армянская улица существовала уже в начале 1730-х годов на Васильевском острове. Армянские храмы Санкт-Петербургской губернии ведут отсчет своей истории с 1739 года. Тогда общественный деятель Лукаш Ирванов направил императрице Елизавете Петровне прошение о разрешении на сооружение церкви. Однако строительство было завершено уже семьей Лазаревых, которые стали приближенными особами при дворе Екатерины II. В апреле 1770 года Иван Лазарев совместно с другими армянами ходатайствует перед Екатериной II о разрешении на строительство в Петербурге и Москве армянских храмов. Участок для сооружения церкви был приобретен армянской общиной на Невском проспекте. Храм был построен за счет средств главы общины графа Ивана Лазарева и на пожертвования прихожан. Осветил храм во имя Сурб Катерине, святой великомученицы Екатерины. 18 февраля 1780 года архиепископ Иосиф Аргутинский-Долгорукий. На торжественном открытии присутствовал святлейший князь Потемкин, и сама императрица впоследствии не раз бывала в храме и заказывала молебны. Руководил строительством директор Академии художеств и придворный архитектор Юрий Фельтон. Храм Сурб Катерине, которую петербуржцы называют «голубой жемчужиной Невского проспекта», сегодня является образцом раннего европейского классицизма. Фельтон же стал архитектором армянской крестовоздвиженской церкви в Москве в Армянском переулке. Этот храм также был построен за счет семьи Лазаревых и общины. Всего в Москве действовало три армянских храма – крестовоздвиженская церковь в Армянском переулке, церковь Святого Воскресения рядом с Ваганьковским кладбищем и церковь Успения Богородицы на Пресне. С приходом советской власти в годы безбожий и потрясений в Закавказье на Армянскую, как и на другие церкви, обрушились репрессии. В 1922 году был издан декрет о национализации имущества Армянской апостольской церкви. С началом Великой Отечественной войны ситуация начала меняться. Несмотря на притеснения со стороны советского правительства, Армянская церковь сыграла серьезнейшую роль в победе над нацизмом. Церковь понимала, что идет война за выживание армянского народа, поскольку Турция была союзницей Гитлера и не забыла об окончательном решении армянского вопроса для создания общего тюркского государства Великий Туран. В этих условиях Армянская церковь организовала сбор материальной помощи на оборону страны. Одним из основных событий стало создание отдельной танковой колонны «Давид Сосунский». Сбор денег был организован местоблюстителем католикоса всех армян Георгом Чорекчаном. Колонна формировалась с января 1943 года в городе Вагаршапат, на деньги, собранные представителями армянской диаспоры со всего мира. Собранных средств хватило на создание к февралю 1944 года материальной части для полка из 21 танка. Колонна была укомплектована новейшими танками Т-34-85, на башнях которых была выполнена надпись «Давид Сосунский» в честь героя средневекового армянского эпоса. Ввиду столь серьезной помощи со стороны церкви, Сталин в конце Второй мировой войны изменил отношение государства к религии в СССР. С разрешения властей в Армении впервые состоялся Национальный церковный собор Армянской апостольской церкви, на котором представители армянских епархий всего мира избрали Геворга Чорекчана католикосом всех армян. Геворг VI вошел в историю как один из величайших деятелей Армянской церкви. Начавшаяся после войны массовая репатриация армян в СССР также положительно сказалась на отношении государства к Армянской апостольской церкви. В 1966 году вновь начала действовать российская епархия Армянской апостольской церкви с центром в Москве. Начавшийся после войны процесс восстановления религии в СССР был положительным сдвигом в истории армян Москвы и России, но они по-прежнему не имели кафедрального собора, который бы достойно представлял все значение церкви. С распадом СССР в юрисдикцию российской епархии Армянской апостольской церкви вошли территории России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Латвии, Литвы и Эстонии. Государство стало внимательнее относиться к религиозным организациям. Благодаря инициативе и личному участию главы российской и новой нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Езраса Нарсисяна, в центре Москвы, наконец, появился кафедральный собор и храмовый комплекс. Освящение храма Преображения Господня было осуществлено его святейшеством Верховным Патриархом и католикосом всех армян Горигином II и его святейшеством Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. На открытии храма присутствовали президенты Армении и Арцаха, представители разных церквей и конфессий, главы почти всех епархий Армянской апостольской церкви, а также уважаемые представители народов России и Армении. Фактически, с 1917 года армяне Москвы и России не имели достойно представляющего их кафедрального собора, и открытие храмового комплекса и церкви Преображения Господня стало важным событием в жизни российских армян. Владыка Езрас всегда подчеркивает, что появление этого замечательного храма стало возможным благодаря сплочению российских армян. На сегодняшний день в России более 80 армянских храмов. Российское государство по-прежнему относится к армянской церкви и армянам с большим уважением, и столь широкое развитие армянской общины стало возможным благодаря многовековому духовному единству единоверных народов Армении и Святой Руси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова